Ставшие традиционными недели в микрорайонах продолжаются. В этот раз администрация округа во главе с Дмитрием Волошиным переехала в Подресково. По мнению руководства ХИМОК, выезды на места позволяют оперативно реагировать на проблемы. Провели прием для химчан. Вместе с главой выслушать вопросы жители приехали представители прокуратуры, руководство территориального управления, специалисты ЖКХ. Первыми на прием попали жители домов номер 2 и 4 в микрорайоне Новогорск. Чтобы обезопасить двор, предлагают установить шлагбаум. Глава поддержал идею, но для этого нужно собрать собственников и перечень документов. А вот жильцы дома номер 17 на проспекте Мельникова хотят детскую площадку. Все бумаги на руках. Единственная загвоздка – нет протокола собрания жильцов из соседнего дома. Все, нет проблем. Мне только два протокола. Значит, нужно второй на 19-й дом. Ну, делайте спокойно. Мы будем уже иметь в виду, что вы его принесете, вы это понимаете. И мы пока процесс запустим сразу. Не будем ждать, пока вы принесете. Но с вас обязательно протокол. Если его не будет в итоге, мы все остановим. А Марина Анисимова от лица всех жильцов дома номер 4 по улице Вражной пришла сразу с несколькими вопросами. Горячая вода теплая, но не дотягивает до нужной температуры. Плюс дворовую территорию нужно благоустроить. Власти пообещали решить вопрос в кратчайшие сроки. Сразу после приема жителей Дмитрий Волошин вышел на осмотр территории. Глава округа проверил детские площадки, пообщался с местными и с коммунальщиками. Мы должны вместе делать наш район лучше, благоустраивать его, делать краше и слышать пожелания людей. Поэтому мы только начали свою работу на территории района. Мы подрезкование такой большой район Химок. Я думаю, что в течение одной недели администрация пройдет все улицы пешком, снимет все проблемы, которые здесь есть и будет их оперативно решать. Как отметили в администрации, в рамках выездов по районам поступило порядка полутора тысяч вопросов. На данный момент 80% из них решены или решат в ближайшее время.